Прошел август. Закончилось лето. Посмотрим, какие изменения за эти три месяца. Ну что ж, самая первая это пальма. Как видите, здесь в течение лета выросло три новых листа. Третья, правда, не до конца, но два полноценных и третья вот такое. В этой пальме тоже самое. Вот два целых и третья на подходе. Даже, наверное, не помню, надо посмотреть. Вот это, возможно, тоже лист вырос. Ну, Андре обыкновенный фикус. Так, особых изменений нету. Новые листики, веточки новенькие. Ну, эпифилум, что тут скажешь. Как видите, огромное количество цветов, бутонов. Вот такой красавец. Лето ему понравилось на улице. Новое вот огромное количество. Бугенвилия набирает цвет. Я уже говорила, что цветет она гораздо дольше на улице. Ну, как-то новых веточек или большие, старые не увеличились. Все по-прежнему. Аспарагус. Вот так везде новые листья. Старых почти нету. Вот и можно определить старые листья. Пушистик. Ничего. Лавр. Ну, как-то лавр. Красавца мне был. Ну, и сейчас как-то так. Ну, видно, что вот новые веточки пошли. Это все тот же лимон. Никак он не цветет и в этом году. Мушмула, конечно, не очень выглядит. Несколько раз был град и листья испортил почти все. Ну, вытянулась новые листья. Вот это вот вся макушка. Все-все новенькое. Так, дальше. Здесь, как видите, похиподиум весь в шапочках. Вернее, вся шапочка в листиках. Очень хорошо выглядит диплодения. Очень много побегал. Но не цветет, хотя должна. Ну, и вот такое интересное у юки образование. Как видите, и снизу, не только со стебля, но и снизу. И вот там снизу вот тоже рост пошел. Здесь вот на каждом почти стебле вырос. Ну, так это все обрежется. Макушечка. Ну, и вот третья пальма. Были выкопаны у хозяйки, когда отдыхали в Сочи. И вот тоже, посмотрите, полный лист. Второй, третий. И вот это четвертый лезет. Вот такое лето для комнатных растений. Ну, должно сказать, что лето было экстремальное. Пекло заливало. Потом опять последние две недели жары. И уже дождей давно не было. Теперь напоминаю, что нужно обязательно перед заносом, занесением в дом, обязательно обрабатывать не только листья от вредителей, но и пролить почву. Потому что очень много различных личинок и яиц уже в земле. Макушечка. Продолжение следует...